Первый набор. Набор номер один. Дизайнерские кисти. Они идут у нас с белым маркером, то есть это значит, что они работают в акриловой краске. Но они у нас работают еще и с гелем. Кисти универсальные, с хорошей подрезкой, то есть из вас будут делать большую часть вашей работы. По порядку про каждую кисть. Кисть Амбре. Самая вкусная, самая замечательная. Что мы должны с ней сделать? Мы должны ее разбить от гумирующего состава. Это может быть ваш ноготок. Прежде чем вы будете ее использовать в геле, вы должны выложить на какую-то палитрочку базу для геля, самый жидкий материал. И смотрите, что сделать. Разбить нашу кисть, пропитав ее полностью материалом. Просто гладящими движениями сверху вниз ворс лежит. Потихонечку вбивая материал друг в друга, просто выглаживая. Кисточка шикарная, она работает сама. Это что-то с чем-то. Посмотрите, у нас получилось Амбре или градиент, так модный, за несколько секунд. Благодаря вот этой кисти. Она способна на многое. Она у нас делает и каменные текстуры, и фактуры, и растушевку, и перекрытие цвета. Эта кисть есть в двух наборах. Набор номер один, это дизайнерский. И набор номер семь, это гель-мастер. То есть то, что вам надо в геле использовать. Каменные текстуры. Как я их вижу, эта кисточка может делать все. Она может оставлять цвет, она может прорубать, она может выкладывать. То есть она должна сделать за вас половину, а то и больше вашей работы. Подхватываю материал на кисть. Видите? В жидком состоянии выкладываю его на нашу основу. Каменная фактура пошла и побежала. Очень легко, буквально две секунды, и у вас готов дизайн. Кисточка делает шикарный мазок, у которого есть острое основание. То есть вот острые два основания и стянутый мазочек. Так можно создать цветок, который имеет один цвет. Но кисточка работает прекрасно и в другом варианте. Сейчас мы с вами это все выложим. Едва касающиеся движения, и ваши лепесточки малюсенькие. Сильные давления, и ваши лепестки широкие. Двойное прижатие, и ваш мазочек стал широченным и гигантским. То есть вот смотрите, вот один, перевернули кисточку, подцепили, подбросили, и вуаля, у вас уже трио. Подцепили, прибавили и трио. Я доработку делаю этой же кистью, просто поставив ее на ребро. Цветная подложка и мазочки, идущие по ней. Видите? Никаких дополнительных прорисовок. Кисточка все делает за вас. При нажатии кисть можно раскрыть, смотрите, надавить и протащить ее. Вы видите, какие сумасшедшие мазочки получаются. Мы берем точно так же каплю 3D-геля и выкладываем эту капельку с отжимом, так чтобы наши бортики у материала раступились и остались красивые, изящные прожилочки. То есть, вот эта кисточка, смотрите, что она вытворяет. Объемная лепка получается, и не надо дорубливать всякие прожилки. И вот эти вот ворсиночки, они сами дорубают прожилки. Хотите сделать широкий мазочек? Пожалуйста, просто поставьте нашу кисточку рядом, разожмите ее повторно, и будет вам счастье. Следующую кисточку, которую я тоже люблю, вбиваем, подкрашиваем наш материал. Вот так. Вот теперь наша кисть готова к работе. По свободному краю стягиваем наши края кисточки, оформляя край кружева. Посмотрите, присели, раздавили, потянули, присели, раздавили, потянули. Наше кружево почти готово. Останется сюда нарисовать тоненькую красивую сеточку. Кисточка чем уникальна, универсальна? Ей можно делать не только роспись, но ею можно делать и прорубки, и 3D цветы, и выкладывать разные мазки, и делать те же самые каменные текстуры. Если вы раздавили вашу кисточку, смотрите, у нас прожилочки все потерялись, прорубочки все потерялись. Знаете, когда она будет работать? Смотрите, видите, она плоская, и она почти сошлась. Но как только вы ребрышком по ней коснетесь, так, та-да-да-да-да-да-да-да, и ворсинки разбежались. Поэтому, если вам нужны ворсинки, которые расходятся, вы это делаете поперек. Наносим цвет, который хотим там сохранить или оставить, или прорубить, например, вот я сейчас белым сделаю. Я вот так вот его промажу. То есть вы теперь начинаете рубить ваш материал, убирайте его нафиг с поля, вытирайте о салфетку. Прорубки, прорубки остаются. Их можно потом, впоследствии, те, кто у меня там сидят, знают, их можно присыпать акриловой пудрой, не просушивая, и у вас получится эффектная, обалденная, объемная ткань. Можете вот так оставить, а можете взять, и потом еще этой кисточкой сделать вот так. Смотрите, что она делает. Вроде получается плоский мазок, но в нем идет три офигенные прожилки с офигенными рельефами. Видите? Кисточка, которая выкладывает более и более изящные мазочки. Она делает лепесток при разжатии широкий, но с рельефным краем. Видите? И остается прожилка в каждом, в каждом мазочке. Это очень важно. Первый набор. Набор номер один.